Ликвидация предприятия – это сложный многоступенчатый процесс, имеющий множество нюансов. По сути, каждый случай уникален, однако, есть общие для всех организаций, находящихся в стадии закрытия правила. Речь идет о своевременных исчислениях, уплате налогов и предоставлениях отчетности, процедурах, которые нужно проводить даже в состоянии ликвидации, ведь у фирмы могут появляться новые объекты налогообложения. В связи с этим организация должна предоставлять декларации, а также производить оплату необходимых платежей. Налоговая отчетность ликвидируемой организации подается в течение пяти дней с момента подачи заявления о ликвидации в регистрирующий орган. При этом декларации необходимо подавать за период с начала налогового периода по день подачи заявления на ликвидацию в регистрирующий орган. Налог на прибыль декларации подается независимо от наличия либо отсутствия объектов налогообложения. Налоги следует уплачивать не позднее 22 числа месяца следующего за месяцем подачи налоговых деклараций. Сегодня для ликвидируемой организации не установлены нормы по подаче декларации по налогу на недвижимость и земельному налогу. Однако эти основания могут возникнуть. По земельному налогу и налогу на недвижимость обязанность предоставления декларации возникает в том случае, если в указанный период у организации происходит выбытие либо приобретение объектов недвижимости, а также прекращение права пользования земельными участками. Итоговые декларации руководству фирмы необходимо подать не позднее, чем за 10 рабочих дней до представления в регистрирующий орган ликвидационного баланса. В свою очередь, уплатить налоги нужно в течение рабочей недели после представления деклараций.